На сцене Марийская плясовая. Под ее ритмичный такт на сцене пляшут кукмарцы. Их коллективу к новелл почти 40 лет. На фестивале «Балкыш» в пятый раз. И пятый раз становятся лауреатами. Говорят, на сцене забывают о возрасте. В первую очередь для здоровья. Вот то, что они вот сейчас пляшут, что поют так, как видите, это же легкие открываются. Сами себя чувствуешь помоложе как-то. Главное условие на фестивале – серебряный возраст 55+. Фаниля Салихова 62. Это ее первое выступление. На таких мероприятиях поешь, играешь. Это совсем другое. Как бы с народом вместе. И оно, конечно, стимулирует тебя дальше. Стимул дает, чтобы играть, петь. Молодец подтягивается, не нарушая баланс, но зато придавая эмоциональность, молодость придавая. Фестиваль будущий большой. Очень большой потенциал. Здесь 11 номинаций. Каких только номеров нет, каких только талантов нет. Некоторые вот не в обиду будут сказаны профессиональные, петьцы, так ведь исполнителей. Наши превосходят. Это уже второй гала-концерт фестиваля. Его посвятили предстоящему Дню России. Представители 24 районов воспевали любимую страну, любимый Татарстан. И земля наша, и березки наши. Ну, не знаю, душу мы свою выложили в этой песне. Именно про и Россию, и про нашу республику, про наш город, любимый Казань. И нас просто до такой степени поддерживали, что, ну, просто играть было еще лучше. Провожальную казачью песню затягивает Нижнекамский ансамбль «Вольные распевы». Говорят, песня «Жить помогает». Там, где мы живем, то, что мы слышим, то, что у нас с детства в душе и в сердце, вот стараемся те песни петь, свои, деревенские. Еще с начала СВО мы провели много благотворительных концертов, а теперь и сами ездим на Донбасс. Гармонии никогда не оставляем, всегда даем небольшие концерты. Это ведь наши ребята, для нас они все родные. За 8 лет фестиваль стал визитной карточкой Татарстана. Число участников увеличилось почти в 10 раз. Из года в год участники доказывают, у таланта нет возраста. Главное – не стареть сердцем. Алия Харудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.